24 июля произойдет один из самых громких боев российского ММА. Магомед Исмаилов встретится против Александра Емельяненко в промоушене ACA. Магомед поднимается на две весовые категории для того, чтобы встретиться с Александром. Емельяненко уже два года не выступал по правилам ММА и выступил он где-то. Лишь в декабре 2019 года, когда нокаутировал Михаила Кокляева. Магомед Исмаилов же старался оставаться активным и после того, как Емельяненко разобрался с Кокляевым, Исмаилов еще активнее начал вызывать Александра и говорить про свою уверенность в том, что ему под силу победить Емельяненко. Многие не восприняли это как что-то серьезное, ведь у них две весовые разницы, но все же бой был официально объявлен и должен был состояться в апреле этого года. Но вы сами знаете, что произошло, а без зрителей поединок не имел никакого смысла. И поэтому он был перенесен на июль, и только лишь из-за этого мы теперь имеем такую ситуацию. Кому это пойдет на пользу и вообще кто из бойцов имеет наибольшие шансы на победу, мы сейчас попытаемся узнать. Друзья, с вами Страйкер и сегодняшнее видео будет посвящено поединку Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко. Мы попытаемся разобраться, кто же выйдет победителем из этого поединка. Поехали. Ну что же, как же дела обстоят у бойцов в данный момент. Александр Емельяненко после освобождения перебрался в клуб Ахмат и достиг невероятной формы, которой у него не было даже в лет 20. Улучшенная форма дала себе знать, потому что Емельяненко оформил пять ярких побед нокаутами, но позже, встретившись с Тони Джонсоном, вышел с американцем в ничью. После этого поединка Александр так и не выступал по правилам ММА. У Емельяненко снова начались различного рода проблемы и его форма, которую он набрал, сильно ухудшилась. Но ему не нужно было быть в лучших кондициях, потому что следующий поединок Александр провел против Михаила Кокляева по правилам бокса. Весьма ожидаемо, Емельяненко не оставил и шанса Кокляеву, нокаутировав Михаила в первом раунде. И после этого начался буквально флешмоб. Боксеры, бойцы ММА, все подряд вызывали Александра на поединок. Но был бой, который на слуху уже долгое время. И боец, с которым он должен был состояться, сразу же высказался про поединок Кокляева и Емельяненко. Речь идет про Магомеда Исмаилова. Лысый хищник убежден в своей победе над Александром. И как я говорил ранее, даже для этого поднялся на две весовые вверх. У Исмаилова дела обстояли куда лучше, чем у Емельяненко. Он оставался активным, выступая хотя бы по два раза в год. Если Александр получил большую популярность за счет фамилии и различных скандалов с его участием, то Магомед продемонстрировал то, что, наверное, должны внедрять все бойцы ММА. Исмаилов использует своего рода трешток. Но в отличие от зарубежного трештока, он не акцентирует внимание на жестких оскорблениях всего на свете. Магомед весьма астроумно подшучивает над соперником и делает различного рода нарезки у себя в социальных сетях. Благодаря всему этому Исмаилов смог поднять свою популярность до высокого уровня, если брать только российское ММА. Ну и, конечно, конфликт с Минеевым тоже сыграл свою роль. Просто если объединить все, что я озвучил, мы получаем ответ, почему все-таки эти два бойца встретятся. Это нереально крупный бой, ведь в русскоязычном пространстве нет более громких имен, чем эти. Ну что же, громкие это понятно, но кто же из них победит? Давайте приступим к разбору навыков. Будучи неоднократным чемпионом по самбо и обладая званием мастера спорта по дюдо, Александр все-таки делает акцент на свои ударки. У Емельяненко-младшего и вправду очень быстрые руки, он может накинуть за несколько секунд уму непостижимое количество ударов для тяжеловеса. При этом все эти панчи несут неплохой урон, и то, что у Александра есть нокаутирующая мощь, это 100%. Емельяненко хорошо чувствует дистанцию, за счет своего размаха рук перебивает противников, удерживая их на расстоянии. Но при этом его челюсть всегда открыта, и используя такой стиль, можно жестко поплатиться. Но все же, как мы видим, у Александра все получается, и ему не самая хорошая защита никак не мешает. А что же у Магомеда Исмаилова? Магомед мастер спорта по вольной борьбе и боевому самбо, и раньше почти не использовал ударку в своих боях, выигрывая именно за счет своей борцовской мощи. Но все же, с годами он потянул и свою ударку. В последних боях он вовсе только и боксировал со своими противниками, можно сказать. Но, как говорил сам Магомед, если ты базовый вольник, ты должен и боксировать, как вольник, без фанатизма. У обоих бойцов хорошая ударка, но все же, думаю, не будет секретом, что Александр должен переигрывать Магомеда в этом аспекте. У него длинные руки, он выше, он тяжело бьет. В идеальном раскладе для себя он просто не подпустит к себе Исмаилова и разобьет его на дистанции. Но опять же, это при идеальном раскладе. Но и Магомед не слабый в этом плане. Все же он может запугать противника именно тейкдаунами, заставляя его беспокоиться только о переводах в партер. А затем после этого возможен какой-нибудь жесткий оверхенд от Исмаилова, который, выкинутый в правильное время, может доставить неплохие проблемы Александру. Но все-таки, безусловно, явный фаворит в ударке это Емельяненко. Казалось бы, что если судить по регалиям, у них, у обоих должны быть достойные навыки в партере и в борьбе. Но все же, если оценивать реальную ситуацию, то, безусловно, если Магомед захочет привести этот бой в горизонтальное положение, он это сделает. И, скорее всего, без особых проблем. Будет ли финиш в таком случае? Ну, мне кажется, что нет. Все-таки Александр не зря многократный чемпион по боевому самбо и МС по дзюдо. Как минимум, а защищаться он точно сможет. Но вот вставать, это уже другой вопрос. Скорее всего, геймплан Магомеда будет строиться именно на борьбе. Даже если он будет в каких-то местах размениваться в стойке, то это, скорее всего, либо выход на очередной перевод в партер, либо же перезагрузка выносливости. Потому что, как мы уже отмечали на канале, активно бороться все раунды не так уж и легко. Но также Исмаилов может использовать борьбу, как обманку. Каким образом он это может сделать, я уже говорил. Но, конечно, ребята, фаворит в борцовских навыках Исмаилов. А вот тут уже не так все просто. На самом деле, если даже Магомед будет забирать два раунда к ряду, Александр может сохранить силы и взорваться в крайнем отрезке. Если Исмаилов активно работал все это время, то сомнений в том, что он устанет не будет. К тому же, Магомед все-таки поднимается на две весовые и лишняя масса, если и прибавит силе удара, то точно не прибавит выносливости. Опять же, если Исмаилов будет просто контролировать без поиска финиша, не думаю, что он сильно устанет. Но если будет много актива от Магомеда, то, скорее всего, он задышит. В этом аспекте я бы выбрал Александра. Думаю, ему под силом пройти все раунды и взорваться в конце, в случае чего. И к тому же, все-таки у Исмаилова в боях проследовались просадки на кардио. Что же по ментальности? На самом деле, оба бойца вообще ничего не теряют в случае поражения. Этот бой больше для поднятия популярности и зарабатывания хороших денег. Но вот если Исмаилов проиграет, то просто можно сказать, что он поднялся не в свой вес и дрался с одним из лучших тяжеловесов страны. А в случае поражения Емельяненко будет другая история. Мол, проиграл средневесу. Но все же, даже несмотря на это, не думаю, что кто-то из бойцов будет испытывать давление. Поэтому тут 50 на 50. Если бы поединок состоялся все-таки в апреле, то я бы, наверное, сказал, что бой может выйти очень близким. Ведь Александр только-только начал входить в форму. А Магомед все время оставался активным и тренировался. Но теперь ситуация другая. У Емельяненко появились еще пару месяцев подготовки. И, возможно, это сыграет решающую роль. Потому что Александр выйдет, можно сказать, на пик своей формы. Но, наверное, также можно сказать и про Исмаилова. Потому что он сможет планомерно набирать вес для тяжелого. И быть в максимально хорошей форме к бою. Но все же, я думаю, что перенос поединка больше на пользу Емельяненко. Если говорить про победителя и некий прогноз к бою, то не думаю, что бой пройдет всю дистанцию. Но если не будет что-то по типу Усмана Свидаль, то точно не пройдет. Если речь о процентном соотношении и кого я считаю фаворитом, то я выберу все-таки Александра. Он очень активно тренировался в Ахмате. И я думаю, что он в хорошей форме. Возможно, в лучшей в своей жизни. Думаю, 60 на 40 в этом поединке в пользу Емельяненко. Но я просто обожаю, когда андердоги как-то выигрывают. И вообще, будучи базовым борцом, я все-таки притоплю за Исмаилова. Думаю, что он сможет удивить чем-то. Но вот такое мое мнение насчет этого поединка. А что вы думаете об этой встрече, друзья? Пишите в комментариях. С радостью обсужу с вами это. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом наш ролик заканчивается. Если он вам понравился, то, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк под этим видео. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Пол, и вы были на канале TheStrikerMMA. До скорых встреч, дорогие друзья. Увидимся в следующих видео.